Здравствуйте! В этом видео я поговорю о вредителе елок, или еле обыкновенной, еле колючей, даже шаровидной, любых елей, в том числе и коники. Вредитель это еловая ложнощитовка. Это родич тли, она высасывает сок из елки, и в данный период, когда распускаются молодые побеги, она начинает пузыриться. Я вам сейчас покажу, так, чтобы лучше было. Вот. Это еловая ложнощитовка. Вначале эти пузырьки, если их дотронуться, с них выходит жидкость. Это означает, что вовсю она сосет сок с елки, и оплодотворённая самка, как бы образуясь новое поколение щитовок. Когда уже побеги более окрепнут, эти шарики при раздавлении будут рассыпаться таким светло-розовым, около 1 мм. Это будут яйца ложнощитовок, и они будут рассыпаться по всей елке. Потом будут образовываться новая ложнощитовка, которая практически не видно, и будет заражать именно новые побеги вновь образовавшиеся. И в течение месяца её можно обрабатывать, потому что в данном случае вот это ничем вы не возьмёте. Обрабатывается только с 20 мая по 20 июня этот месяц, и другими словами, спустя неделю после рассыпания, или вы увидите, когда растрескаются и рассыпаются эти шарики. Вот эти 3-4 недели, когда можно её обработать, потом она обкрывается как бы, как черепаха панцирем, становится щитовкой, и уже её ничем не взять, только проливать под корень, а это очень дорогое удовольствие, потому что очень много препаратов исходит. Поэтому я вам рекомендую быть бдителем, если очень много такой ложнощитовки. Ель имеет меньший прирост, она слабеет, и особенно в засуху можно потерять ёлку. А в этот период, скажем так, конец мая, начало июня, или почти весь июнь, я обрабатываю чем? Опять же, октарой обрабатываю, или конфидором, но можно также просто тем же моющим средством, как я в одном из видео говорил в борьбе с клещами, это моющее средство. В данном случае я использовал ферри. Из химии можно использовать октелик, можно использовать октару, даже B58 из старых препаратов. Ну, на данный момент всё. Смотрите мои видео, подписывайтесь. С вами был Виталий Орех. До свидания.